Все земляные работы на проезжей части теперь необходимо выполнять быстрее. Компаниям, которые производят вскрытия, аварийные или плановые, в администрации города поставили жесткие условия. Открыть движение на неделю – две раньше запланированных сроков. Сейчас по причине земляных работ перекрыты дороги в девяти местах. Всего в этом году в городе было произведено более двух тысяч вскрытий. В большинстве мест благоустройство уже восстановлено. Лидер среди отстающих – компания ПТС. Так, из 144 аварийных объектов, которые в настоящее время находятся в работе у ПТС, на 95 уже сорваны сроки восстановления благоустройства. Как правило, устранив аварию в течение достаточно короткого времени – 3-5-7 дней – ПТС в течение двух, иногда трех месяцев под различным предлогом не восстанавливают благоустройство, невзирая на жесткие административные наказания. Часто компании рассматривают этап восстановления благоустройства как необязательной. Самая действенная мера для нарушителей – штрафы, отмечают специалисты. Для юридических лиц – до 300 тысяч рублей. Только за этот год уже составлено 98 протоколов в сфере производства земляных работ. Глава администрации города Олег Фурсов поручил усилить административный контроль за компаниями, производящими вскрытие. Каждая глава должен начинать свой день с того, чтобы объезжать территорию и смотреть, где какие провалы, где какие деревья. И вот, соответственно, теребить руководителей городской администрации уже, что работы не выполняются на определенных участках. В прошлом году на юрлице были оформлены штрафы за невосстановленное благоустройство в общей сложности в сумме 7 миллионов рублей. Сейчас эти деньги начали поступать в бюджет города. Павел Баймаков, Марина Матвеевшина, Сергей Баскин. События. Продолжение следует...